Всем привет, дорогие друзья! С вами Сеня и студия RUHUB. Мы находимся в польском городе Катовице. Именно здесь пройдет чемпионат мира по CS GO. У меня за спиной старина Виктор Войтес, он же ТАСС, он же легенда польского CS, который, увы, не попал на главное мероприятие в своей стране, но я уверен, он будет поддерживать своих друзей из других команд. Польские катавицы начали считать городом совсем недавно, в середине XIX века по указу прусского короля Вильгельма I. До этого свальный грех из кучи домов, бани, борделя и, конечно, мельницы переходил из одних грязных феодальных рук в другие, по ходу регулярно превращаясь в арену кровопролитных сражений. За разнообразие архитектурных стилей город неофициально называют третьим Парижем, пятым Римом, шестым Сан-Паулу, ну, принцип вы поняли, цифру называется и любой город. А если серьезно, то с тех пор утекло много воды, и сегодня Катовица известен во всем мире в качестве одной из киберспортивных столиц. Домов настроили побольше, а баталии стали виртуальными, но от этого не менее жесткими. За несколько минут время препровождения на этой площади мы уже встретили одного болельщика. Привет, представьтесь, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Костя, я учусь в Польше. Ты много посетил мажоров и собираешь ли ты пойти на этот чемпионат? Пока что я еще не был ни на одном мажоре, и на этот тоже не пойду, так как мне не с кем. Ну, вот такие вот болельщики, но ничего, я думаю, мы еще встретим ребят, которые обязательно побывают на этом мероприятии. За моей спиной Spodek Arena. Наверное, самое большое здание в Катовице. Именно оно станет центральным местом этих соревнований. Четыре дня неимоверные битвы по CS GO будут проходить именно здесь. Между прочим, выполнено здание в форме огромной летающей тарелки, которая села и поделила местный парк на две части. Дорогу к Spodek тут знает каждая собака. Есть подозрение, что после закрытия части угольных шахт регулярные киберспортивные ивенты стали главной статьей дохода городской казны. На этой же арене ежегодно проводится несколько международных торговых ярмарок и классические спортивные соревнования. Неудивительно, что именно Spodek считается архитектурным символом города. Это как Эйфелева башня, только Spodek. Вне чемпионата здесь не так много активностей, однако все исторические достопримечательности находятся в шаговой доступности, поэтому мы их сейчас с вами посмотрим. Катовица всегда был шахтерским городом, однако те шахты, которые вы видите у меня за спиной, они, конечно же, закрыты и превратились в музеи. Здесь огромное количество разных дорожек, пешеходных зон и, в принципе, центр города смотрится довольно зеленым. На первый взгляд местных легко отличить от приезжих болельщиков, хотя бы потому, что у последних киберспортивное целосложение. Ладно, здесь их и правда очень много. Город маленький, поэтому здесь можно на каждом шагу заметить киберспортсмена, особенно если тут проходят какие-то киберспортивные мероприятия. Ну, я думаю, это просто лучшая команда в мире, да? В Польше. Катовица, когда вы видите это на стриме, это всегда лучшая команда, поэтому я думал, почему бы не приходить и испытать это? Когда проводят такие чемпионаты, я считаю, надо посетить, особенно когда он очень близко. Это мой первый раз здесь, и единственный чемпионат, который я видел, был в Бирминге, несколько лет назад. Так что это первый раз путешествовать, чтобы увидеть мейджор. Люблю КС, следил всегда за Na'Vi и надеюсь, что у них все получится. То есть болеешь за рожденных побеждать? Ну, конечно, в первую очередь за них, а потом уже как пойдет. Нинжа в пайамах! Поехали! Поехали! А вот еще забавный факт. С населением в районе всего 300 тысяч человек, Катовица может похвастаться наличием более тысячи отелей, хостелов и гостиниц. Вряд ли стоит объяснять, почему их тут так много. Киберспортивный голод приводит сюда десятки тысяч геймеров, алчущих с жесткого красивого мяса. Кстати, о мясе. Проживание за условную неделю мажора обойдется от 8 до 100 тысяч российской голды, в зависимости от звездности отеля и его удаленности от сподека. Учтите, что в периоды чемпионатов цены вырастают в разы. Впрочем, что здесь можно делать вне этих самых чемпионатов, непонятно. Мы находимся на главной площади города. Катовица оказался очень интересным, типичным, красивым европейским городом, в котором есть огромное количество разных театров, кафешек, ресторанов. Поэтому обязательно приезжайте сюда огромной компанией, наслаждайтесь киберспортивными мероприятиями днем, но и вкусным чаем вечером.